Значит, сижу я такой, играю в Dead Space, ремейк, кстати, который только вышел в стрим, можешь посмотреть у меня на канале, пожалуйста. Значит, я сижу, играю. Никого, собственно говоря, не трогаю. И тут в Discord мне пишет мужчина, говорит, пойдем играть в Тарков. Я такой... Ну, собственно говоря, игра-то только вышла, хочется поиграть, ну, господи, ну, опустите. Но, ладно, не суть в этом. Суть в том, что я хочу вам сегодня поведать о том, кто такое, что такое и зачем такое Тарков. Тарков это удивительная игра, ты не представляешь себе даже на сколько. На момент ее покупки ты уже будешь сомневаться, а нужна ли тебе эта игра вовсе, хотел ли ты в нее играть или будешь ты в нее играть. Почему? Я не хочу больше играть в эту игру, я хотел записать по ней видео. Не-не-не-не-не-не-не, я все, я другой формат, я чей-нибудь другой пойду позаписываю. Ответ, да, ты будешь в нее играть, а эта игра тем временем будет играть в тебя. Я не хочу называть это видео подробным гайдом, так как подробным он не будет, да и гайдом в принципе считаться не будет, это в принципе такой мини-обзор на игру. Но давай, так как это обзор, мы с тобой начнем с покупки. Покупка Escape from Tarkov это вещь абсолютно удивительная, так как заходя на их сайт, ты уже можешь охереть с того, какие там цены. А если ты начнешь листать вниз, то охереешь еще сильнее, так как стандартный пак стоит ни хера себе рублей, а конечный пак еще больше ни хера себе рублей. Но что дает каждый из этих паков? Ну, начальный, естественно, дает толком счетом ни хера. Об остальных паках, которые следуют за начальным, я тоже говорить как-то особо не хочу, так как там никаких нововведений не ожидается. Ну, помимо подсумка и чуть более увеличенного инвентаря. Но вот о последнем паке стоит хорошенько поговорить. В максимальном издании нам дают еще и до кучи огроменный подсумок, 3 на 3 слота, то есть 9 ячеек. Там можно хоть бабушку поместить, если очень сильно захотеть. По сравнению с минимальным изданием, это вообще шик, вау, класс, кайф, потому что в минимальном издании нам дают всего лишь-то каких-то 2 на 2. 2 на 2 слота, Карл, 2 на 2, это 4 слота. Ты захочешь туда кого-то поместить, ты не сможешь. Единственное, что ты туда сможешь поместить, это набор для шитья, так как тарков это, естественно, ремесленная игра. Таблетки от головной боли. И если она у тебя в инвентаре есть, а лучше бы, чтобы она была, какую-нибудь затычку. В большом же ты сможешь хранить большой набор для шитья. Ты прикинь, большой, вот такой большой набор для шитья. Красивый. Помимо этого, огроменный хил, который сам занимает 2 на 2 слота. Туда еще можешь запихнуть ключи, опять-таки эту затычку. Ну и по желанию можешь патронов вкинуть, чисто по приколу, чтобы было. А да, нужно сказать то, что раньше можно было таскать с собой в подсумки магазин, и теперь этого делать нельзя, только патроны. Так как данные фичи пользовались в большом количестве стримеры, в огроменном количестве пользовались стримеры. Потому что каждый из этих магазинов стоил около 60, 90, а может 40 тысяч рублей. Немного разобравшись в том, что Тарков может играть и в тебя, и ты можешь играть в него, и вы вообще будете друг друга играть и любить. Мы с тобой заходим плавно в главное меню. А плавно потому, что быстро оно не запускается. В главном меню нас сразу же встречает предупреждение. То, что это игра. То, что весь потерянный лут, это, собственно говоря, твоя вина. Если ты его потерял, не бомби, не злись, тебе не надо. Ну, собственно, после того, как мы принимаем все политики конфиденциальности, собственно, мы их приняли, и нам дают на выбор Бира и Юсека. Ну, Бир, это, собственно, такой мужчина, наш, русский, грубо говоря. Такой СНГшный пацан, чисто со двора. И Юсек, то есть натовский абрыган, американский ушлепок. Ну, в общем, те, кто играет за Юсеков, те, естественно, кто правильно. И да... Собственно, после выбора того, кого мы хотим, мы сможем с тобой выбирать, как он будет выглядеть и как он будет разговаривать. И озвучка в этой игре, это отдельная тема. Так как мое почтение, Никита, это одна из немногих вещей, которую ты сделал так правильно, что переплюнуть тебя в этом вообще невозможно никак. Вот вам небольшие короткие отрывки из того, как могут орать бировцы. Кто крыть меня будет, ёб вашу мать, блять. Пиздец, как пить охота. Нихуя никак вообще. Захуярил его. Ха-ха. Готов, нахуй. Так как могут орать Юсеки, я бы мог найти на ютубе. А может, я найду, я не знаю. Я сейчас на стадии монтажа пока не прикидываю, как будет выглядеть конечный контент. Но если что, вот вам еще и Юсековские оры. Кейбод, кобей. Это мне диктора из Вар Тандера. Ха-ха. Готов, нахуй. Собственно, после выбора нашего персонажа, выбора озвучки и того, как он будет выглядеть, в скобочках это практически никак, вообще никак, абсолютно никак не влияет на геймплей. Просто внешняя стилизация, когда ты будешь видеть себя от третьего лица только в схроне. Мы как раз таки попадаем в схрон. Попадаем в главное меню и попадаем куда? В меню настроек. Потому что поговорить о настройках как бы нужно. Так как Тарков даже на моей машине, а почему даже на моей машине, потому что девятый райзен 5950х и 3070Ti выдают в этой игре 60 кадров. Ладно, 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 на некоторых локациях есть 90. Но от такой игры я бы хотел ожидать большего, хотя бы 120 кадров. Важно то, что у вас должен быть процессор Intel Core, любой вообще, потому что BSG обожает интелы. И желательно 32 гига оперативки, иначе вы хер куда быстро загрузитесь. Но вы скажете, Вообще-то на загрузку влияет не то, какая у тебя оперативка и сколько ее, а то, какой у тебя жесткий диск или SSD, или вообще M2 накопитель. Да, влияет, конечно влияет. Влияет намного больше, чем оперативка. Но поверь мне, ты хер загрузишься на локацию, если у тебя всего лишь 8 гигов оперативки. И ты хрен на ней сможешь чего сделать, так как тебя будет постоянно откидывать, отбрасывать, твое соединение будет максимально нестабильным. Короче говоря, эта игра любит интел и обожает много оперативки. Поэтому если у тебя, не дай бог, включен браузер, или внизу во вкладке есть еще открытый Steam, я могу посоветовать твоему компу только домового владельца. Итак, собственно, к самим настройкам графики. Я советую вырубать все, кроме сглаживания, его оставляете ТА, все остальное просто нахер сносите. Все галочки внизу, которые вы видите, вы просто их удаляете и больше никогда не включаете. Ну скажите, ну игра-то должна быть красивой. Да, должна быть, но когда ты будешь играть в 30 кадров, ты вспомнишь мой совет и скажешь, бля, почему я его не послушал. И будешь стараться как-то поменять настройки во время игры, что не даст тебе особого прироста фпс. Так как после каждой смены настроек нужно будет перезагружать саму игру, чтобы они точно применились. Так как, опять-таки, некоторые настройки можно применить в игре, а некоторые просто нет. Даже если эта функция есть, они просто не будут применены или не будут давать значительного эффекта. А после перезапуска тарков обновляется и ему становится хорошо. Дальше у нас следует постэффикс. Штука очень полезная, штука очень нужная, поэтому я советую вам не полениться, зайти в гугл и найти какой-нибудь постэффикс, которым вы будете видеть дальше, чем 3 метра. Или хотя бы видеть противника где-нибудь в темном углу. Так как темных углов в таркове просто хоть жопой жуй. И против темных углов вам даже пнв не поможет, вам поможет только тепловизор. А он стоит как почка. Поэтому найдите гайд по постэффиксу, настройте себе постэффикс и у вас все будет хорошо. Но я вынужден вас предупредить о том, что постэффикс жрет какое-то количество фпс. То есть с выключенным постэффиксом у вас будет нормальный фпс, а со включенным у вас будет меньше. И чем сильнее вы двигаете ползунки влево-вправо, тем больше у вас забирается кадров. Так, ну с графикой мы разобрались, с постэффиксом мы разобрались. Собственно, теперь мы переходим к управлению. Хотя, об управлении мне особо сказать нечего. Оно не то, что прям интуитивно понятно, оно скорее всего интуитивно вообще непонятно. Но оно настроено очень правильно. Так как заходя в какой-нибудь условный вартандер, ты будешь заходить и охеревать от того, почему так много кнопок и комбинаций. Я не понимаю. Здесь все комбинации простые. Никакого тебе выстрела на правую кнопку мыши или прицеливания на левую нет. Здесь такого нету. Здесь бсг молодцы. Они сделали максимально приятную привязку кнопок, которые можно чуть-чуть просто подкорректировать. Допустим, там сменить режим тактического блока или же увеличить и уменьшить каратность прицела. Это все чисто индивидуальное. Но в целом самоуправление мое почтение. Никита, еще раз спасибо. Я уже два раза похвалил эту игру. Это удивительно. Но единственное, какой косяк есть, то что у тебя на первом слоте будет пистолет, а не основное оружие. Поэтому я советую поменять просто кнопки. Меняешь 3 на 1, а 1 на 3 и все у тебя становится хорошо. Так как для меня пистолет на цифру 1, ну это просто ужасно. Я не мог к этому очень долго привыкнуть. Я такой типа, не-не-не-не-не, давай я сменю управление и все будет хорошо. Все стало просто замечательно. Итак, время поговорить о схроне. Как я уже и говорил, это наш обитель, где мы будем проводить около 30% всего времени в игре. А если у вас еще и есть пати, если вы играете хотя бы вдвоем, втроем, вчетвером, не дай бог, в пятером. И кстати, мой вам совет, несмотря на то, что я говорил, то что если вы играете вдвоем, втроем, в четвером, не смотрите на это. Вам нужен тиммейт в любом случае. Вам нужен тот, кто будет с вами вместе проводить эти ужасные рейды. Умирать, разлутывать вас или вы разлутывать его. Короче говоря, с напарником в любом случае веселее и лучше. Так как в первые файты... Да сдохни ты уже там, пидор! У вас будет настолько много выделяться адреналина, то что вы можете упасть просто в обморок. Не, ну это для слишком впечатлительных, для очень. Потому что когда ты сидишь с ПМом где-нибудь в углу, а к тебе бежит чел, у которого 5-6 класс на груди и на голове. Как он вышел и убил раньше меня, я вообще не понял. Ты просто хочешь жить. Поэтому для таких как ты, есть куча серверов в дискорде по Таркову, где люди будут согласны с тобой поиграть. Просто не будь душным. Просто не душни. Еще один совет на будущее. Если ты правда новичок, никогда, ни при каких условиях и ни за какие деньги, не спорь с другим человеком, который наиграл в эту игру ни один вайб. У которого на аккаунте хотя бы больше 200 или 500 часов. С этим человеком спорить просто нельзя. Он знает игру больше, чем ты. Он провел в этой игре очень большое количество времени. Почему я это говорю? У меня была как-то ситуация. Мы играли с другом, я естественно стримлю, но я умею стримить, я могу. И что-то на стриме как-то один пацанчик такой, а можно с вами поиграть? Мы такие, ну давай, почему нет? Мы тогда играли вдвоем и третьего взять в пати было в принципе, ну, не прискорбно. Мы, собственно, его взяли и сказали, тут вот так, тут вот то, тут вот здесь, тут вот то-то. Потом спустя какое-то время он нам говорит, типа, места в схроне нет. Это нормальная такая стандартная ситуация, то, что места нет в схроне, учитывая то, что у тебя начальный пак. Это происходит всегда. Даже если ты сверхопытный игрок и играешь не первый вайб, у тебя всегда будет мало места в схроне, потому что тебе надо все. Так вот, собственно, мы как более опытные игроки, я как человек почти с двумя косарями, но у меня там кацар 500, кацар 6, кац, блять, кацар. Я нахуй в фурунку, пары чайбаны, сморчок, сука, вобла, блять, я нахуй отсюда. Ёп, кацар 500, кацар, да что за кацарь? Кацар 500, кацар 600. Во, всё, молодец. Часов в этой игре. И у моего друга что-то около 200, 300, может 500, я точно не помню, я не смотрел. Просто знаю то, что он играет тоже не первый вайб в эту игру. И мы ему говорим, тебе по квестам надо вот это, это не продавай. Вот это тебе нахер не надо. У него там было то ли 250, то ли 300 патрон на ПМ. Просто он их как-то случайно купил и не хотел продавать, потому что, ну блин, я же с ПМом теперь буду ходить всю жизнь. Я же теперь всегда буду ПМ, я другие оружия не знаю. А у него там валялся красивый, вкусный, отличный калаш. У него там валялись четвёртые разгрузки. У него было нормально медицины, хорошие рюкзаки. Но он всё это просто не брал с собой в рейды, так как боялся умереть. Никогда не бойтесь умереть в этой игре. Вы всегда будете в ней умирать. Вообще всегда. Вне зависимости от того, где вы, кто вы, какой на вас класс брони. Вас могут убить даже через забрало, с ПМа. Даже если вы в маске один ща. Просто человеку надо правильно попасть в щель. Всё. В этой игре может быть непрекрасная регистрация, но она довольно-таки хороша. Поэтому не храните хорошие вещи в инвентаре. Используйте их. Если вам ссыкотно идти с ним одному, и вы думаете, блин, я умру, или вот у меня сердце колодится, как мне играть, я не могу, меня убивают. Ответ прост. Терпи и находи тиммейтов. Ну и конечно же. Никогда не пренебрегай советами тех, кто играл в эту игру больше тебя. Если он говорит тебе продай, просто возьми и продай. Если он тебе говорит то, что тебе это сейчас не надо, значит оно тебе не надо. Если ты посмотрел, какой-то гайд, как чувак на 30 уровне, сдаёт какие-то там, не знаю, банки тушёнки. Ладно, если у тебя хватает в инвентаре слотов на банку тушёнки, хорошо, оставляй эти свои большие или маленькие банки. Хер с ним. Хотя это правда нужный квест, но он не так поздно открывается, он европевший какой-то, может 20 уровень. Но эти банки тушёнки, их очень легко найти, я тебе могу лично показать где. Просто напиши об этом, если тебе надо. А где мне найти вот это, где мне найти вот это, я тебе всё покажу. Просто не заёбывай других людей, я тебя правда об этом молю. Это очень раздражает и это очень тянет время. Давай сейчас немножко я перейду к теме схрона, хотя я хотел это немножко попозже оставить. У тебя, грубо говоря, есть вот такая вот строчка. Очень полезная строчка, которая помогает тебе в навигации. Самая левая нижняя это авто тетрис. Ты просто её нажимаешь и у тебя сортируется весь инвентарь. Ты можешь этой кнопкой пользоваться всегда. Это охеренная кнопка, она очень полезная. Ей не стоит пренебрегать. Короче, совет такой. Слушай тех, кто больше тебя играет. Продавай те вещи, которые не говорят тебе продать. И используй автоочистку схрона. Это очень полезная и нужная вещь. Теперь постараемся плавно вернуться к теме пати. Плохо и трудно быстро раскладываться в инвентаре и не тратить на инвентарь много времени. Ещё хуже, если у вас в патии есть человек по имени Ваня, то вы будете проводить там 80% своей жизни, не то что времени в игре. Поэтому давай пробежимся быстро по кнопкам. Собственно говоря, кнопки, которые работают не только в схроне, но и в рейде, такие кнопки как Ctrl, Alt и R. Также средняя кнопка мыши. Сейчас объясню каждое для чего. Кнопка Ctrl отвечает за передвижение предметов из твоего инвентаря и в твой инвентарь. Именно в инвентарь, не в самого ЧВК. Кнопка Alt же отвечает за надетие или раздетие твоего ЧВК. То есть смотри, всю медицину, патроны, магазины и прочее ты делаешь кнопкой Ctrl. Чтобы одеть броню, бронеразгруз, оружие, подсумок, да что угодно, ты нажимаешь кнопку Alt и просто нажимаешь левую кнопку мыши каждый раз, когда тебе надо что-то надеть. Средняя кнопка мыши нужна для изучения предметов, так как на начальной стадии у всех торговцев предметы будут подсвечены вопросиком. Но не вопросиком, они будут типа заштрихованы. И наш ЧВК типа не знает, что это такое. Не знает, что такое фонарик, не знает, что такое калаш, не знает, что такое мосинка. В общем, нам надо научить нашего ЧВК как-то понимать, что продают торговцы. Механика бесячая, на второй, на третий вайп она очень сильно бесит, потому что в первом ты еще такой, о, прикольно, о, ничего себе, а это вот так, вот так, да? Потом каждый раз изучаете предметы, и ты такой типа, блять, что опять что ли, серьезно, ну твою мать. И кнопка R, тоже очень важная кнопка. При помощи этой кнопки ты можешь поворачивать предметы у себя в схроне. Ты можешь вертеть вообще все в своем инвентаре. И ты можешь брать с собой в рейд перевернутые предметы. Именно предметы, не оружие и не броню. Если оружие и броня на тебе надеты, то они будут в нормальном положении. Либо горизонтально, либо вертикально. Перевернутые же предметы будут отображаться не только у тебя, но и у врагов или у союзников, если ты их будешь передавать через рюкзак, или если тебя будут лутать, когда ты уже труп. Выглядит немножко комично, но если кому-то нравится, то предметы можно ротетить тудой-сюдой. И люди будут думать, что ты умеешь играть. Или что ты американец, потому что русские так не делают. Держу в курсе. Итак, в левой части у нас находится наш ЧВК. Здесь, собственно, происходит наш самый основной кастомайз. То, с чем мы пойдем в рейд. Какое оружие возьмем, какую броню на себя наденем. Возьмем мы с собой шлем или нахер его. Еще на себя можно напялить какие-нибудь наушники, маски, ну или очки. С очками есть одна небольшая тема. То, что не все очки хороши. Так как некоторые будут палить вас в темноте. Поэтому черные очки лучше с собой не брать. Единственные очки, которые я рекомендую брать с собой в рейд, это кондор. Так как у них есть первый класс брони. Да, они дорогие, но что поделать. И они не светятся в темноте. Балаклавы нам могут иногда помочь. Ну как? На самом деле не очень. Но в балаклаве наше лицо в тепловизор видно хуже, чем без балаклавы. Ну и балаклава просто красивая. Типа, ну купи балаклаву, ну камон. Итак, по центру у нас есть слоты для рюкзака. Наши карманы, наш подсумок и наша разгрузка. Разгрузки бывают двух типов. Обычная и бронеразгрузка. Ну, естественно, все понятно из самих слов. Бронеразгрузка, таскать себе броню. И так как мы немножко зацепили тему брони, стоит немного о ней рассказать. В броне есть аж целых 6 классов брони. Собственно говоря, от 1 до 6. Каждый из них способен затанчить разную пулю. Каждый из них по-разному чинится. Лучше всех чинится полиэтилен, а хуже всех чинится керамика. Ну и соответственно, возвращаясь к классам. Первый класс хуже всех танкует, шестой класс танкует лучше всех. Ну и соответственно, первый класс стоит нихера, а шестой класс стоит дыхера. Я бы хотел еще что-нибудь рассказать о схроне, но что-то думаю типа а нахера? Я и так указал все важные кнопки. А с тем сколько ячейк у тебя в схроне, ты уж как-нибудь разберешься сам. Поэтому мы давай перейдем к торговцам. Торговцев в этой игре 8, правда один из них заблокирован. Но его разблокировка это вопрос всего лишь пары рейдов. В основном все эти торговцы продают оружие. Точнее разные его типы. Допустим как прапор продает более советское оружие. А миротворец продает более украинское. Ну ты понял, да ты понял? Так, ну и собственно давай пойдем по порядку. Прапор, прапор это такой дедок, который был рожден во время союза. Еще помнит как картошка была больше, что вода была чище, ну и все такое. У него, как я уже говорил, мы будем покупать всякие русские товары. Калаши, мосины, рпк, разные обвесы на них. Ну и по квестам дедок в принципе не душит. Квесты такие типа нормальные, убей, принеси, найди, типа пойдет. Терапевт, или как ее называю я, прапорша. Ну потому что ты посмотри на них, ля какие, они похожи как две капли воды, ля. Ну там у них по-любому какие-нибудь, тудым-сюдым. Но самой терапевше сказать не особо нечего. Она просто берет медицину у тебя, продает тебе ту же самую медицину. И у нее, как и у других торговцев, есть свои квесты, которые надо выполнять. И сука, там есть три газана. Три газана, запомни. Если ты где-то видишь газонализатор, бери и беги. Просто бери и выбегай с рейда. Находи выход, убивай всех ЧВК и ботов по пути и просто бегай. Потому что по своей воле ты их хер где найдешь. Их может не спасать тебе только бог. Ну вот короче, она торгует всем хламом, у нее есть квесты. Вот тут такая женщина, нормальная короче, прапорша, пойдет. Следующий на очереди у нас идет скупщик. Скупщик это такой предводитель диких. О диких мы поговорим чуть попозже. Важно только знать то, что это те люди, которые были заперты на территории Таркова. И вынуждены как-то на ней выживать. То есть, грубо говоря, обычные Васи, Петьки, бомжи. Которые тебе, если что, могут прописать в хи. С криками. Засрал мне штаны, сука. Настоящие Армани, блять, реальные. Так вот, этот наш покровитель диких, собственно, как следует из названия, скупщик. Он покупает и продает вообще абсолютно все. Я тут немного посидел, подумал, а нахера тебе знать о торговцах? Типа, для чего? Давай сейчас быстро по основам пройдемся и дальше уже пойдем что-то насчет рейдов разговаривать. Потому что о них разговаривать интересно. Не, не, ну сейчас, ладно. Перед началом я все-таки упомяну одного торговца, от которого у меня просто горит жопа. Вы должны о нем знать. Вы должны быть готовы. Пи***. Пи***. Ой, простите, то есть это егерь, да? А, да, точно, это егерь. Так вот, эта падла, эта сволочь, она заберет у тебя всю семью, все твои нервы, твою психику. Каждый квест, каждый дополнительный шаг в его миссиях, это круги ада. Только если кругов ада было всего 9, то квестов у этого засранца просто охуеть как много. Нет, ну серьезно, дегидрация, нужно 5 минут проходить в рейде, без воды, и выйти из рейда живым? Ты чё, ебоба? Убить ЧВК с болтовки? Менее 20 метров! Менее 20 метров! С болтовки, Карл! Ты понимаешь, как тебе должно повести, чтобы тебя не заметили или не услышали другие ЧВК, которые бегают с таком из 5 человек? И чтоб они это сделали прямо у тебя перед носом! И ты еще и выстрелил, и убил, блять, троих! Это же вообще какой-то пиздец! Нет, ну благо, гегеревские квесты можно выполнять на заводе. Но, сука! Завод это худшая локация всех времен и народов! Там нету нихера, там есть только смерть! Люди туда приходят, чтобы выполнять квесты егеря, или мешать выполнять квесты егеря. Потому что как только ты увидишь типа в 6 классе, блять, ты больше не захочешь ходить на завод. А завод захочет входить в тебя. И он это будет делать каждый раз, когда ты будешь выходить с пехотной мосинкой. И стараться найти ЧВК в расстоянии 20 метров. Благо, да, есть такие же дурачки, как и ты, которые пытаются выполнить эти квесты. Которые одеваются голыми, и им, в принципе, может хватить одного патрона даже в грудь. Ну, сука, какая же это падаль. Еще, еще один, хочешь квест красивый, да? Еще один, сейчас скажу тебе. Охуе сейчас. Убить ЧВК, да? В голову в состоянии тремора. И это еще не все квесты, которые я тебе перечислил. Это только те, которые отложились у меня в голове, которые я выполнял чаще всего. А там дальше еще больше хуйни. Ладно, все, хватит его засирать. Сука, пи***, хуй сос. Блядь, я бы его нах... Ой, псс, ухня. Я твою маму и твою папу всех любил. На такой ноте я бы очень с радостью закончил. Потому что эта тварь выдавила из меня все суки. И вот я прям вспоминаю, у меня такое какая-то злоба внутри. И зубы скалятся. Фух. Так, ладно, я посидел, успокоился. Ща. Теперь поговорим о репутации. У каждого торговца есть репутация относительно нас. Чтобы ее прокачать, нужно выполнять квесты. Ну или в случае скупчика, можно просто выживать на диком. И репутация будет подниматься сама по себе. Но чтобы прокачать торговца, нам нужна не только репутация. Но и количество товара оборота. И уровень нашего персонажа. Ну и на этом я думаю, что стоит закончить. Так как видос уже подзатянулся. Мне его уже монтировать лень. А рассказать еще нужно очень до хера. Поэтому если я увижу какой-то актив под этим роликом. То что кто-то скажет, давай еще, давай вторую, третью часть. Давай, хотим узнать, как в рейды ходить. То милости прошу, вон комментарии все открыты. Я все читаю. А на этом я буду отчаливать. Давайте народ, всем удачи. Спокойной ночи. И я уехал. До джики стон. Прикинь, сейчас на ГС сядет. Вот я хрюкну, блядь. Не надо. Ты, блядь, такое лучше, сока, не говори. Не помню твои слова. Я ж теперь смотрю туда, ты понимаешь? Сука, ты че? Еще раз такую панюс пизданешь. Я себя, блядь, уебу. Блядь. Я тебя, блядь. Блядь.